Мало кто в современном мире может сказать, что ни разу не слышал слово «инклюзивность», и сегодня мы как раз таки поговорим об инклюзивности и о репрезентации. Но сначала разберемся в понятиях. Для сегодняшнего видео мы выберем понятие «репрезентация» и следующее. Это воплощение каких-то общественных явлений или ценностей в массовой культуре. Это может быть что угодно – кино, сериалы или видеоигры. Инклюзивность – это разнообразие. В частности, разнообразие, подразумевающее включение людей с инвалидностью в полноценную жизнь. С этим разобрались, переходим к обсуждению. О том, что вопрос инклюзивности сейчас стоит ребром, можно понять потому, насколько мало информации на тему «инклюзивность» сейчас в интернете на русском языке, но зато загуглив какую-нибудь популярную повесточку, извините за триггер-ворд, можно получить длинный список сериалов, мультиков, игр и тому подобное с комментариями о том, насколько жестко сейчас все пихают этих черных, этих жирных куда не надо. Ну и сегодня разберемся, насколько действительно важна репрезентация и какую роль она играет в общественном сознании. Ну а мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео заранее, подпишитесь на канал, ну и напишите комментарий, возможно, с отличающимся от моего мнения, но тем не менее, если он написан в уважительной форме, я с удовольствием все почитаю. А пока что поговорим вот о чем. Вы наверняка знаете, насколько много стресса школьники испытывают во время подготовки к экзаменам. У меня, например, он выражался в перманентном тревожном состоянии, бессонницы и нервных срывов, особенно когда дедлайны начинают подгорать. Хоть я и готовилась к экзаменам, как я думала, заранее, за год до самого ЕГЭ, регулярности и последовательности не было, ведь я и так могу купить себе рабочую тетрадь, пару учебников и сидеть спокойненько себе на протяжении года готовиться и сама. Но на деле все оказалось куда менее радужно. Тут не схожу на парочку уроков, тут пару тем пропущу, все равно времени ищу свободного куча, а я вроде и без того не глупая и так далее. Не успела опомниться, когда ЕГЭ остался месяц, а у меня в арсенале только полупустые рабочие тетради, которые вызывали у меня исключительно раздражение, и учителя, которые не упускали возможности лишний раз высказать коронное, вот не сдашь экзамен и никуда не поступишь, будешь на улице куковать. Неудивительно, что в такой атмосфере начинает тихонько съезжать крыша. Так что для будущих студентов хочу искренне посоветовать, готовьтесь структурно и заранее, а поможет вам в этом онлайн-школа Сотка. Сейчас у вас есть уникальная возможность весь август готовиться к ЕГЭ бесплатно. Тогда уже на первом пробнике в школе, пока все остальные вспоминают, как это читать и писать, вы покажете приятный результат. А главное, это замотивирует вас работать дальше без лишнего стресса. Сейчас в Сотке запускают конкурс, где главный приз это не айфон или макбук, а что-то покрупнее. Что именно, не скажу. Заинтересовавшиеся сами перейдут по ссылке и чекнут обновления. Преимущество Сотки в том, что в одной вкладке у вас будет все, что пригодится для подготовки. Уроки онлайн и в записи, домашние задания, пробники и расписание занятий. С вами на постоянном контакте будет личный наставник, к которому вы сможете обратиться по любому поводу, будь то подготовка к ЕГЭ по самому материалу или какой-то практический совет в стрессовой ситуации. Первый урок для вас будет бесплатным. Познакомитесь с онлайн-школой и получите ответы на все вопросы. А для подписчиков моего канала по промокоду КРОП действует скидка 10% на первый месяц обучения. Выбирайте для себя лучшее, а именно планомерную подготовку без лишней нервотрепки. Ссылка, естественно, в описании, ну а мы возвращаемся к теме. Часть первая. Экскурс в историю вопроса. Ни для кого не секрет, что массовая культура это отражение обстановки, в которой мы живем. Идеалы, ценности, которых придерживается большинство, и массовая культура их популяризует. Поэтому для того, чтобы отследить историю инклюзивности, нужно просто в общем взглянуть на всю картину. А начнем мы с изображения расовых меньшинств, а именно темнокожих людей. Первые изображения темнокожих людей в Соединенных Штатах выглядели вот так. Персонажи на этих иллюстрациях назывались мамочками, и они изображались на банках с солеными орешками, мукой, моторным маслом и тому подобное. Они изображали домработниц, а по сути рабынь. И в случае недовольства это оправдывалось как «Да посмотрите на нее, она улыбается, ничего что у нее нет прав, ей же все нравится, значит все замечательно». Более поздние законы о расовой сегрегации не мешали темнокожим людям развиваться в культуре. И таким образом, например, когда Луи Армстронг просто звенел на всю Америку, он все еще не мог проходить в некоторые рестораны, общественные туалеты или отели. А, например, кодекс Хейса, который отменили только в 1967 году, не позволял показывать на экране межрасовые браки. О какой репрезентации вообще могла идти речь на то время? Но темнокожие люди, естественно, не единственные, кому в этой репрезентации отказывали. Например, «Золотой век Голливуда» золотым отнюдь не был для женщин. Во время Первой мировой войны примерно 40% актерских ролей занимали женщины, но в пресловутый «Золотой век» с 1930-х по 50-е этот показатель уменьшился вдвое. Да и выбор этих ролей был невелик. Женщина играла либо романтический интерес главного героя мужчины, либо, что реже, комедийную роль, как, например, Мэльлин Монро, которая бедненькая всю жизнь играла тупых блондинок. Кстати, спасибо «Золотому веку» за то, что стереотипы тупых блондинок до сих пор живет в обществе. И вот, честно говоря, для меня стало таким сюрпризом, когда меня в комментариях назвали «очередной ТП, которая не ведает, что несет» или что-то такое. Ну ладно, это сейчас вызывает разве что улыбку, полную соболезнования, а вот в то время это действительно влияло на общество. Также прямо в исключительных случаях женщинам разрешалось играть драматические роли, но это было настолько редко, что вообще давно и неправда. Ну и, естественно, большинство женщин на любой роли были конвенционально красивы. А сейчас я вынуждена сделать второй дисклеймер уже за это видео, потому что тот, который вы видели вначале, вы по-любому не прочитали, ну так вот. Здесь я выражаю свое личное мнение, никого ни к чему не призываю и ничего не пропагандирую. Уяснили? Спасибо, поехали. А что насчет комьюнити, который заключает в себе женщин, которые очень любят крепко дружить с другими женщинами, и мужчин, которые очень любят крепко дружить с другими мужчинами? Тот же кодекс Хейса, о котором мы сейчас говорили, исключает любое положительное изображение персонажей, принадлежащим к этому комьюнити. Ничего не напоминает? Долгое время людям с ориентацией Север запрещалось исполнять любые роли, кроме злодеев. И этим грешил даже Дисней, когда вдохновлялся для своей Урсулы в русалочке Драквин Дивайн. Но 20-й век кончился, и скажем ему за это спасибо. Теперь на подиумах, на обложках ВОК, в кино темнокожие люди плюс сайз моделей, люди на костылях, на инвалидных колясках с протезами. В 2022 году Оскар за главную женскую роль первый раз в истории получает актриса-азиатка. Да посмотрите на статистику фильмов по тесту Бэкделл. Количество фильмов, которые подходят под его критерии, неуклонно растет. Исследования показывают, что примерно 13% киногероев это темнокожие американцы, что соизмеримо с реальными темнокожими американцами, с США, сейчас, с реальным населением. Но в кино и видеоиграх инопланетян больше, чем представителей меньшинств. Часть 2. Как репрезентация влияет на людей. Репрезентация помогает людям объединиться и понять, что они не одиноки. Традиционные медиа все еще остаются очень важным средством социализации для молодых людей. Потому что они очень часто полагаются на вымышленные медианарративы, на которые потом опираются в построении своей идентичности. Особенно, когда они принадлежат каким-то стигматизированным группам. Такие медиа помогают преодолеть одиночество. Или даже найти людей, которые принадлежат твоему сообществу. И сейчас я говорю о тех меньшинствах, которых нельзя выявить по внешним признакам. И мы все понимаем, о чем я именно сейчас говорю. Есть исследование, которое показывает, что гетеросексуальные люди относились более лояльно к представителям ориентации Север, когда они посмотрели сериал Уилл и Грейс, где в главной роли был мужчина-натурал, а его лучшим другом был... Я устала от этого. Короче, вы поняли, кем был его лучший друг. И люди, гетеросексуальные мужчины, гораздо лучше относились к представителям этого меньшинства в реальной жизни потом, потому что поняли, что в целом они такие же люди, нормальные, адекватные, блядь. Часть 3. Репрезентация формирует понимание и толерантность. Исследования показывают, что чем больше представителей меньшинств показывается в кино, тем более лояльно к ним относятся обычные люди в реальной жизни. Так, например, когда люди смотрят квит-телешоу, они более положительно относятся к представителям... Другое исследование показало, что чем более стереотипным является изображение какого-то меньшинства в медиа, тем более негативным и стереотипным является отношение к нему и в жизни. В одном исследовании, посвященном расовым стереотипам, рассказывалось о том, что белым студентам показали персонажей, темнокожих из видеоигр, которые были такими супер агрессивными. И реальных людей, лидеров мнений, тоже темнокожих, как, например, Барак Обама или Мартин Лютер Кинг. Точно так же показывали и белых людей, а потом попросили выбрать более подходящего политического кандидата. В результате люди, которые видели только негативные изображения темнокожих и только позитивные белых, выбирали, конечно, белого кандидата. Вы спросите меня, почему ты, блядь, говоришь такие очевидные вещи и приводишь исследования, которые эти очевидные вещи подтверждают? Да потому что для многих эта причинно-следственная связь является какой-то, видимо, слишком сложной. И вообще это является главным аргументом того, почему репрезентация это очень важно. Есть еще и более пугающие результаты похожего исследования, только теперь на гендерные стереотипы. Исследователи показывали участникам-мужчинам изображения гиперсексуализированной женщины, как, например, в видеоиграх. Кто играл в Atomic Heart, тот видел близняшек. Я видела, насладилась, конечно, но глубоко в душе, морально недовольна. И показывали фотографии людей в рабочей обстановке, а после этого рассказали реальный случай студентки, которой сексуально домогался ее профессор-мужчина. И результаты показали, что мужчины, которые насмотрелись на вот эти сексуализированные тела, на этих персонажей, которые, знаете, 90-ше, короче, близняшка из Atomic Heart, они более лояльно относились к сексуальным домогательствам, чем те, которые видели реальные фото в обычной рабочей обстановке. Возможно, это ответ на вопрос о том, почему мужчины, которые постоянно играют в видеоигры с гиперсексуализированными персонажами, объективизируют женщин и в реальной жизни гораздо чаще. Вывод из этой части видео. Если человек формирует положительное отношение к персонажу из сериала, фильма или видеоигры, к персонажу, который представляет меньшинство, то и в реальной жизни человек будет относиться более положительно к самому меньшинству. Часть 4. Репрезентация помогает в формировании собственной идентичности. Когда группа недостаточно представлена в медиа, члены этой группы лишены наглядных стратегий того, как быть личностью. Тогда они выбирают стереотипный образ, который в медиа показывается, и на основе него уже свою личность и формируют. Есть исследование о детях, которое показывает, что если в детских сказках, допустим, или мультиках представлена какая-то стереотипизированная позиция мужчины или женщины в данном случае, то ребенок будет склонен придерживаться именно ее. Я сейчас имею в виду прекрасного принца и прекрасную принцессу. Мальчик это рыцарь, он должен обязательно принцессу спасти, и, соответственно, у него вырастает чувство собственной значимости и достоинства, а также повышается уровень ответственности, потому что с самого детства ему говорят о том, что он несет эту самую ответственность за кого-то другого, в данном случае за принцессу. А маленькой девочке, которая ассоциирует себя с принцессой с самого детства, говорят, что она беспомощна и ничего сама решать не может. Она должна просто ждать прекрасного принца и надеяться на него. И это снижает уверенность в себе у этой маленькой девочки, что мы получаем какая-то ситуация не особо выгодная для обоих полов. Столкновения с подобными стереотипами в критические периоды развития ребенка могут очень сильно повлиять, в том числе, на выбор профессии, на выбор партнера, да вообще, по сути, на что угодно. Ну и от себя хотела бы сказать, что мне никогда бы в голову не пришло жаловаться на излишнюю репрезентацию, после того, как я увидела, как маленькие дети радуются темнокожим принцессам и глухим персонажам в кино. Часть пятая. Проблемы репрезентации. Итак, репрезентация — это полезно, мы уже поняли. Тогда нам стоило бы радоваться, что сейчас женщина — это не приставка к мужчине, а темнокожий — это не раб с натянутой улыбкой. Свобода, равенство и братство, дамы и господа. Только вот создается ощущение, что половина населения все еще очень недовольна тем, что репрезентации, по их мнению, слишком мало, а вторая половина населения недовольна тем, что этой репрезентации слишком много. Почему это происходит? Ну, наверное, потому что важно не только количество, но и качество. Киньте в меня камень, кому незнакомы классические образы меньшинств в кино. Темнокожий бандит или баскетболист. Азиат, который занимается боевыми искусствами. Тупой качок, веселая толстушка и тому подобное. Я сразу вспоминаю слоган фильма «Не грози Южному Централу», который очень даже неплохо отражает все эти кинематографические стереотипы. Каждый десятый среднестатистический чернокожий мужчина обязан хотя бы раз посмотреть фильм о жизни в этом квартале. Каждый пятый из них будет застрелен в кинотеатре во время просмотра, а каждая третья чернокожая женщина изнасилована. По мнению режиссеров, примерно такими были истории о темнокожих людях в то время. Параллельно существовал еще один троп, а именно о белых спасателях. В центре сюжета, конечно, находится история о темнокожем человеке, но спасает его белый. И этот белый герой помогает несчастным и угнетенным. Это, например, «Прислуга» или «Зеленая книга». Казалось бы, вот она, репрезентация на экране, но эти истории обычно сводят своих темнокожих героев до пассивных и постоянно нуждающихся в помощи. Или, например, женские персонажи в современном кино. И тут в тропах можно так разгуляться, что просто ужас. Крутая девушка. Она любит пиво, пиццу, машины и выглядит, как модель с обложки «Плейбой». Например, Меган Фокс в «Трансформерах» или «Исчезнувшая», которая даже высмеивает этот троп в своем монологе. Маниакальная девушка-мечта. Эксцентричная, позитивная, любящая жизнь, как в «Скоте пилигриме» или «Вечном сиянии чистого разума». А критикует этот троп, например, «500 дней лета». А еще умная девушка-девушка-соседка, хорошая девочка, которая, конечно, влюбится в плохого мальчика. Веселая толстушка, мужик в юбке, перечислять можно просто бесконечно. А вы заметили, как начинает темнеть по прошествии этого видео? Смысл в том, что ни один из этих тропов нельзя считать хорошей репрезентацией. Потому что это не люди, это картонные фигуры, с которыми зачастую даже себя ассоциировать не хочется. Кстати, про мужчин тут тоже забывать не стоит, потому что взять какого-нибудь Джеймса Бонда или Супермена, который опять навязывает мужчинам стереотип о том, что надо быть сильным, никогда нельзя плакать, нужно свою женщину защищать. Короче, вот эта токсичная маскулинность опять залезла куда не просят. И это негативно влияет опять на все общество. Мало какой темнокожий мальчик обрадуется, что у него два пути в жизни, либо баскетбол, либо бандитизм. Мало какая полная девушка захочет быть просто веселой. Пока эти тропы существуют, они не являются никакой репрезентацией, а просто отражают негативный стереотип. Так уж вышло, что в плохом кино мы не обратим внимания на хорошую репрезентацию. И наоборот, в хорошем кино мы на репрезентацию внимания зачастую вообще можем не обращать. Так, например, Мулан 2020 года, кажется, не понравилось никому. У фильма низкие рейтинги, поклонники старого мультика не оценили изменений, особенно отсутствие мушу и песен. Это просто нож в спину. Большинству зрителей не понравился чрезвычайно серьезный тон фильма. Женщинам, да и не только женщинам, не понравилось, что вместо стойкой, преодолевающей себя Мулан, мы получили еще один классический троп. Она лучше всех мужчин, просто потому что такой родилась. А китайцам не понравилось, как в фильме отразили их культуру, так еще и актеры фильма сделали несколько спорных политических заявлений. В общем, фильм, который должен был быть максимально инклюзивным, по факту оказался просто плохим. И на репрезентацию зрителю было уже все равно. Репрезентация одного меньшинства за счет другого. Она была последней независимой правительницей Египта. Царица Клеопатра – документальный сериал Netflix, вышедший в этом году, в котором Клеопатру играет темнокожая актриса. И этот фильм, кажется, смог обидеть всех. Историки-египтяне называли фильм фальсификацией египетской истории, потому что, по общему мнению историков, Клеопатра была македонского происхождения. И, как видно, например, на скульптурах, обладала весьма классическими чертами лица. Короче, она вряд ли могла напоминать жителей Южной Африки. А фильм себя позиционировал как документальный. Темнокожие люди, на поддержку которых, возможно, рассчитывали создатели фильма, также остались недовольны. Среди них часто встречалось мнение о том, что они предпочли бы посмотреть фильм об известном историческом чернокожем персонажа, который действительно мог стать эталоном репрезентации темнокожих в кино, а не фильм о чужой героине, которую просто играет темнокожая актриса. Также людей часто бесит, когда, например, в экранизации книги выбирается персонаж другого пола или другой расы. Так, некоторые поклонники романа Дюна были возмущены тем, что в новой экранизации и пол, и расу одного из второстепенных персонажей заменили, хотя на сюжет это никак особо не повлияло. Еще больше возмущений вызывает, если меняют исторических личностей. В отличие от размышлений о вероятности существования темнокожих русалок, у этих возмущений хотя бы есть логическая подоплека. Например, в популярных Приджертонах королеву Шарлотту Старшую и Младшую играют темнокожие актрисы Голдера Шефель и Индия Амартейфио. И вообще в этом сериале обыгрывается слух о том, что королева Шарлотта была смугловатой для того, чтобы называть ее белой. В общем, над каждым фильмом с персонажем, которому меняют расу, разгорается скандал. Недавно это была Анна Болейн, чуть раньше Дэвид Копперфильд, Макбет и Зеленый Рыцарь. Хотя это даже не исторические персонажи, чтобы о них так яро спорить. В общем, как только репрезентация касается исторической неточности, все сразу воспламеняются. Часть 7. Удаление из проката. Еще одно явление, которое многих раздражает, это переписывание истории и удаление фильмов из проката, которые содержат в себе неполиткорректные высказывания. Так, в 2020 году HBO приняли решение убрать из своего архива любимый многими фильм «Унесенные ветром» из-за наличия в нем расистских сцен. Периодически в интернете появляются предложения закэнселить какую-то старую песню, потому что она уже слишком сексистской считается. И тут попадают просто все. От короля Шута до анакондоса. В этом году в новом издании книг Дали или, например, Яна Флеминга о Джеймсе Бонде издатели решили убрать все оскорбительные высказывания. Так, у Дали слова «жирный» превратилось в слово «здоровенный». Речь, если я правильно понимаю, идет о парне из Чарли из шоколадной фабрики. А из книг Флеминга убрали оскорбления в сторону темнокожих, но унижение азиатов, гиев и женщин оставили. И также оставили цитату «Все женщины любят почти изнасилование. Они любят, когда их берут. Именно эта сладкая жестокость по отношению к израненному телу делает этот акт любви таким прекрасным». Теперь он знал, что завоевание ее тела и ее самой большой тайны будет иметь сладкий привкус изнасилования. Работа по политкорректности выполнена на уверенную 3 с минусом. Есть ли у такой репрезентации ценности или она просто раздражает людей? Еще лет через 10 мы на это посмотрим и сможем понять. На самом деле, мне кажется, что проблема подобной репрезентации не в том, что в книге и фильмы запихивают представителей меньшинств, а в том, что это просто делается как будто для галочки. И если представитель меньшинства есть в фильме или в книге, то это уже считается как будто хорошим. Но никто не захочет смотреть на любого персонажа, пусть даже это был бы беременный азиат, и инопланетянин. Я не... Почему инопланетянин, Ален? Ну, в общем, вы поняли. Если этот персонаж останется картонным, плоским и неинтересным, то за ним и наблюдать будет, соответственно, неинтересно. И ассоциировать себя с ним не захочется. И зачем это вообще надо? Почему это является проблемой репрезентации? Это является проблемой просто плохого подхода к фильму. Просто, на мой взгляд, подобные персонажи зачастую не прописываются именно с человеческих сторон. И довольно тяжело сочувствовать картонной фигурке с огромной надписью «Угнетенный сзади». Зато достаточно легко сочувствовать человеку, в какое бы меньшинство он ни входил. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и можете перейти в описание и посмотреть другие мои социальные сети. Ну, а у меня на сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok